Вернемся в Ригу. Сегодня к списку улиц, на которых работает тяжелая техника, добавилась улица Брунинеку. По окончанию ремонта здесь поменяется не только дорожное полотно и тротуар, но и организация движения. Особо рады будут велосипедисты. Андрей Дмитриев подробнее. Как мы видим, уже с сегодняшнего дня на улице Брунинеку начались масштабные ремонтные работы. Совсем скоро здесь появятся и пешеходные переходы, и велодорожки, а также места, где хозяева двухколесного транспортного средства могут оставить свой велосипед. Ну и, кстати, водители должны понимать, что после того, как улица Брунинеку будет отремонтирована, здесь ведется ограничение скорости 30 км в час. На улицах Брунинеку и Спорта в течение ближайших двух-трех месяцев полностью заменят покрытие проезжей части и тротуаров. Также на протяжении всей улицы, а это два километра, появятся многочисленные зоны отдыха со скамейками, клумбами и цветочными горшками. А вот мест для автостоянок станет намного меньше. Конечно, возникнут некоторые неудобства для местных жителей. Парковочных мест для них там больше не будет. Но мы не убираем все парковки, часть их останется. Но при этом будет улучшена организация движения возле школ, больниц и других важных учреждений. Представитель организации «Город для людей» Отто Озелс на велосипеде передвигается по центру круглый год. Темпы, с которыми в столице появляются велодорожки, очень низкие, говорит велолюбитель. Кстати, именно сами велоактивисты принимали непосредственно участие в разработке планов по организации велодвижения на улице Брунинеку. Велодорожки на улице Брунинеку будут физически отделены от проезжей части и тротуара. На перекрестках, в том месте, где чаще всего и бывают конфликты, на велодорожку будет нанесена голубая маркировка, точно такая же, как в Копенгагене. Голубая, потому что за рубежом были проведены исследования, что именно этот цвет можно лучше всего заметить в условиях снега. Для Риги это что-то совершенно новое. На перекрестках велодорожки будут содержать специальный материал, который не позволит колесам проскальзывать при торможении. Согласно макетам, велодорожки будут отделены от проезжей части специальными ограничивающими элементами, что тоже не позволит каким-то образом мешать другим участникам движения. Отметим, улица Брунинеку односторонняя, но велосипедисты смогут передвигаться по ней сразу в обоих направлениях. Часто здесь приходится ездить. Именно Брунинеку в направлении к Сканстас. Опасно как-то. Когда едешь сюда, нет велодорожки, плюс поток машин разделяется. И если ты едешь прямо, водители не понимают, почему ты стоишь посредине. Тот, кто боится, едет по тротуару. Остальные пытаются делить дорогу с автоводителями. Параллельно с работами по восстановлению покрытия проезжей части на улице Спорта и Брунинеку ведутся активные ремонтные работы на улицах Мариас и Александра Чака. Также продолжается строительство велосипедной дорожки на улице Краста. Мы уже заранее просим прощения у местных жителей за доставленные неудобства. Работы по восстановлению дорожного покрытия как на улице Брунинеку, так и на Чака проходят в две смены. Строители работают как днем, так и ночью, поэтому уровень допустимого шума в ночные часы может быть превышен. Ремонтные работы на улице Брунинеку обещают закончить к концу октября.